Уважаемые коллеги, предлагается доклад Земля живая и автоколебательная Электромагнитная система Фамилия Петров Николай Васильевич Член Международного клуба ученых Работаю в МОНЕ Современный мир столкнулся с целым рядом проблем В оценке причины изменения климата И выборе мер по сохранению благоприятных условий жизни людей Проблемы возникли в оценке причин Социальной неустойчивости И в том же, каким же путем должно развиваться человечество Множество несоответствий современных инженерных разработок В области микроэлектроники с теоретическими основами В биологии и медицине не ходит объяснение Бурной реакции организма на слабое и слабое электромагнитное воздействие Нет понимания о том, кто же контролирует биологические часы и не запускает Новое достижение в геологии Явно указывает на то, что кора Земли растет по площади Что свидетельствует о росте тела планеты Новое сведение об ионосфере показывает, что Земля, как дипольная система Обладает своим энергоинформационным полом Вся история человечества теснейшим образом связана с эволюцией Земли И имеет четкую направленность, зависящую от развития планеты во времени Независимую от человека Как увязать очевидное житие, очевидное живое бытие Вселенной С отрицанием этого бытия современной теории? Выходом из кризиса может стать идея живой электромагнитной Автоколебательной системы всего космоса и Земли в частности Покажем это на примере нашей планеты Используя современные достижения в области исследования ионосферы и геосферы Я хочу ваше внимание обратить на то, что все исследования, все эксперименты Связывают о том, что начиная с атома все имеют частоту собственных колебаний Атом имеет свой собственный спектр Но никто не говорит о том, что атом является автоколебательной системой Но ведь он является автоколебательной системой, поскольку атом излучает энергию в виде конкретного спектра частот Значит он должен ее пополнять А если он должен ее пополнять, то должна быть определенная система, закономерность в космосе Которая обеспечивала бы взаимодействие атомов с электромагнитными излучениями или с окружающими его полями И тогда мы придем к пониманию о том, какова же структура должна быть у атома Начну я немножко с отдаленных вопросов, связанных с тем, чтобы ввести вас, как слушателей, ввести тему разговора Взаимодействие вещества с излучениями осуществует постоянно Но современная физика утверждает, что после большого взрыва, с момента, как образовался литий Вещество и излучение эволюционируют каждый своим путем И вещество не взаимодействует с излучениями в процессе его вида изменения или эволюции При этом большинство докладов, которые были сделаны здесь и на конференции Рассматриваются в пространство космоса, как в каком-то пространстве, где ничего нет практически Только есть какие-то тела, которые между собой то сталкиваются, либо как там могут взаимодействовать и так далее Вещество Вселенной и ее электромагнитное излучение связаны с единством происхождения и сохранением фазы своего начального развития Вещество Вселенной и ее электромагнитное излучение связаны с единством происхождения и сохранением фазы своего начального развития И потому параметры и колебательный способ существования, колебательный способ существования электромагнитных излучений Лежит в основе параметров и автоколебаний всех материальных вещественных форм Поскольку есть колебания самих излучений, то естественно, что потребляя их, вещество должно само быть участником определенного вида колебаний Хорошо известно, что все тела с температурой выше абсолютного нуля излучают и имеют частоту собственных колебаний Эволюции вещества и излучений идут совместно, согласно непрерывности спектра излучений генетического центра Вселенной То есть мы должны с вами понять основное и главное Кто мы люди, в общем-то, и зачем мы, какая наша функция на планете, с одной стороны, и с другой стороны Какова функция самой Земли в эволюции Солнечной системы? Другими словами мы должны понять, а в чем заключается эволюция Вселенной? Ведь не просто для того, чтобы разбегаться от центра сингулярности, как последствия большого взрыва, а потом отмечать по красному смещению Идет разбегание, расширение или еще какие-то варианты придумывать Мы должны с вами реально рассматривать одно очень простое обстоятельство Которое практически никто не обсуждает Мы живем в космосе Реально живем в космосе Мы реально летим на космическом теле И это тело Земля реально подчиняется законам космоса Но если это так, то мы, живя на Земле, должны подчиняться этим же законам космоса И какой же закон существует в космосе, если все это обосновать, то, что я вам рассказал и еще то, что много не рассказал Это закон сохранения живого процесса Вот если есть закон сохранения живого процесса в космосе Тогда все станет понятным И все многие непонятности, которые вызваны искусственным разделением на материю живую и неживую Или о том, как был первый доклад здесь Говорилось о том, что докристаллы-то ведь тоже растут Только у них время другое, колебательный процесс Ну а кто замерял это время? Поэтому мы должны понять, откуда взялась биологическая сфера на планете И какову она роль должна играть Вот Владимир Рахимович сейчас докладывал вопрос о том происхождении самой нефти Откуда образуется вообще нефть? В результате исследований, которые я проводил в этих позициях Нефть, или углеводороды, или углерод Всегда появляются в том месте, где возникают высокие температуры Для чего? А чтобы сделать процесс восстановительным Погасить этот огонь И как только он появляется, он приобретает водород Для того, чтобы существовать как углеводород А дальше идут все процессы, которые связаны с эволюцией планеты Поэтому нефть всегда появляется там, где есть разломы коры планеты Она появляется всегда там, где рвутся силовые линии, запитанные электрическими токами И только в тот момент, когда был доклад предыдущий на этой секции Где говорилось о том, что в кимберлитовой трубке существует нефть Это как раз подтверждает это воздействие Что углеводороды зарождаются всегда там, где существуют высокие температуры Эволюции вещества и излучения идут совместно согласно непрерывности спектра Излучения генетического центра То есть в мире существует некий генетический центр Который и управляет всем процессом развития живых процессов в космосе А для этого надо управлять этим живым процессом И им являются электромагнитные излучения Но не просто хаотические какие-то излучения А которые идут, излучаются в непрерывном спектре Первый доклад на этой секции был сделан о том Как совместить радиоизлучение неба с визуальным изображением звезд в астрономии И что она говорила главное Радиоизлучения идут только от звезд И именно звезды и являются теми законодателями живого процесса Согласно которого растут и планеты, и все, что находится на планете В раздраженных средах информация переносится электромагнитными волнами В плотных средах индивидуальных тел Информация переносится временными токами той же частоты колебаний, что и излучения Электромагнитные излучения являются программным обеспечением построения формы вещества Они несут информацию о тех, кто их излучил И потому служат программным обеспечением технологии построения материальных тел Принимающих эти излучения Мы когда с вами смотрим друг на друга Мы узнаем все черты Знакомые, незнакомые, вредные, невредные, добрые, приятные и так далее Почему? А потому что излучения, идущие от каждого человека за счет дневного света Несут информацию об этом человеке А человек построен так, что у него вся наружная оболочка содержит органы чувствования И в каждом органе чувствования, и в чувствительной коже человека Расположены все представители внутренних органов Допустим, в радужке глаза все представители внутренних органов человека Это значит, что вся внутренняя гомеостатическая система работает и знает, что делается снаружи человека Это значит, что мы должны правильно осознанно говорить Что сознательная деятельность происходит Всего организма синхронно и вместе, всем целиком Не просто глаза воспринимают информацию А все тело воспринимает информацию И потому все органы синхронно живут И мы с вами существуем как единое целое, состоящее из миллиардов клеток Поэтому в природе космоса идет ритмичный процесс воспроизводства генетической памяти Вселенной Путем живого процесса всех ее обитателей В природе существует всего два простейших излучателя Это рамка с током, или кольцо с внутренним током И линейный электрический диполь Рамка с током служит эквивалентом магнитного поля А второй, или линейный электрический диполь, эквивалентом электрического поля Поэтому в основе структуры построения электромагнитных излучений или полей И материальных форм лежат два начала Электрическое и магнитное Магнитное начало обладает всеми свойствами структуры памяти Основой дальнодействия или магнитного резонанса Интуиции под сознанием и философском и биологическом представлении женским началом Электрическое начало служит основой чувственного восприятия и сознательного поведения Антенной восприятия и преобразования электромагнитных излучений в переменные токи И философии связаны с представлением о морском начале Поскольку все материальные формы и электромагнитные излучения имеют одну природу И живут вещественные формы внутри полей То все структурные формы материи построены по одному общему единому плану строения Они должны, этот план строения должен обеспечивать взаимодействие вещества с излучением И понимая это, мы тогда с вами поймем весь тот закон, который и управляет космическим развитием и эволюцией Единый план построения является универсальным принципом для электромагнитных излучений и форм материи Поэтому непрерывный, а сплошное и последовательное по смыслу электромагнитных излучений Управляется генетическим центром А непрерывный и последовательный по смыслу прием информации формами материи Сводится к построению внутренних логических структур памяти До состояния совершенства или соответствия информационному содержанию в этом излучении Дальше я вам покажу это, например Кругооборот генетической информации осуществляется по линии фазовых превращений вещества Все фазовые превращения вещества начинаются и заканчиваются электромагнитными излучениями Мы привыкли с вами к физике, которая начинает говорить о фазовом состоянии вещества с уровня плазмы или огонь Дальше говорит воздух, да потом идет жидкая или вода и твердая И не рассматривается обратный процесс Твердая превращается в жидкая Жидкая превращается в газообразная Газообразная превращается в плазму, а плазму в электромагнитные излучения Поэтому существует кругооборот И мы не вправе говорить, что планетная система управляется силами гравитации Потому что в этом взаимодействии Солнца с Землей Участвует весь комплекс этих сил с учетом всех фазовых превращений Поэтому все фазовые превращения начинаются и заканчиваются электромагнитными излучениями По типу, который я вам сказал В современном мировоззрении электромагнитные излучения изъяты из кругооборотов фазовых превращений вещества Вот я вам приведу пример колебательного контура с прерывателем тока в первичной обмотке Вот слева от вас находится вверху квадратик Это осциллограф, который наблюдает за колебательными процессами в контуру Состоящим из конденсатора С и редуктивности Л И посредине с буквой С обозначен разрядник Этот контур запитывается постоянным током от индуктора Который сам потребляет электрическую энергию от батарейки Либо еще какое-нибудь устройство И поэтому наверху нарисован график изменения колебаний во вторичной обмотке индуктора Это симметричная синусоида А внизу колебания в контуре И видно, что колебания в контуре вроде бы идут порциями, импульсами Которые определяются параметрами индуктивности и емкости Поэтому в каждой колебательной системе, в автоколебательной системе Для того, чтобы колебания не затухли Нужен дополнительный источник постоянного питания Вот этот источник постоянного питания и приводит к тому, что Для примера я вам скажу Часы мы заводим и они работают от пружины Часы работают в режиме автоколебания Но надо добавить, что пружину или элемент питания электронных часов Надо периодически менять Пружину заводить, а источник заменять на ногу или подзаряжать И так далее То есть любая автоколебательная система нуждается во внешнем поступлении энергии И поэтому, когда вчера говорили о том, что как взаимодействуют два электрических заряда между собой Забывают одну важную особенность Внутреннее строение этого электрического заряда А внутреннее строение атома, любого электрического заряда Связано с конкретными колебательными процессами А эти процессы диссипативно, то есть затухающие Чтобы они не затухали, заряд должен взаимодействовать с внешним полем Либо с внешними электрическими элементами И он свою внешнюю оболочку размыкает И образуются два противоположного вращения рецепторы Один левый, другой правый Вот сейчас Владимир Акимович показывал вам на атоме водорода Что они один образуют Короче говоря, два атома водорода образуют в конечном итоге некую вихревую линию Здесь надо иметь в виду, что атом водорода Это простейшая электрическая батарейка среди химических элементов За атом борются все химические элементы Чтобы превратить электромагнитное излучение внешней среды в электрическую энергию И поэтому атом водорода в системе кислорода Обеспечивает кислород необходимым электрическим питанием Как колебательную систему кислорода И вот когда мы будем это понимать Тогда мы поймем с вами все взаимодействия Один атом, то есть один атом протона является ортоводородом А другой пароводородом Один вращается влево, другой вправо Но все водородные атомы происходят из нейтрона Потому что нейтрон это первая частица радиоактивная Превращая через 15 минут протон антинейтрина и электрон Мы по сути дела получаем атом водорода Вот этот факт многими не учитывается Но в дальнейшем, когда протон с помощью электронной оболочки Восстанавливает тот нейтрон, который был затрачен на его производство Мы получаем нейтерий А следующий по закону жизни процесс Надо удвоить генетическую память И чтобы достичь совершенства Мы получаем третий, но он уже радиоактивный И один из нейтронов третий превращается снова в протон с электромом И мы получаем следующий элемент химического элемента Это гелий-3 Итак, каждый атом следующего семейства А атомы все живут семействами Каждый следующий атом получается за счет того, что один из нейтронов превращается в протон Но все атомы химических элементов имеют одно общее свойство Последний элемент в семействе каждого атома радиоактивный Он распадается Почему? Он достиг совершенства Поэтому в нашем теле клетки постоянно обновляются Точно по тому же закону Вот вчера на прошлом вам показывали две призмы Сааль делал доклад в первый день конференции Помните, да? Это предел полного отражения луча, который немцы изготовили И потом доказывая, что скорость передачи информации между двумя признаны Больше скорости света И я ему тогда задал вопрос А учитываете ли вы, что это явление связано с магнитным резонансом? Вот у вас на рисунке здесь изображен вибратор Герц Я вам просто напомню этот эпизод из школы Слева вибратор, обыкновенный диполь, который запитывается индуктором И он за счет этого в пространстве между двумя концами этого диполя Образуется искра Он расположил на расстоянии одного метра второй диполь Точно такой же по конструкции, как и первый диполь И в момент, когда проходила искра в первом диполе Во втором диполе, незапитанным никаким электричеством возникала искра А теперь вернемся к тем призмам В призме направляется луч света Таким образом, чтобы получить полное отражение И из второй призмы идет луч света Вторая призма находится на расстоянии один метр Тоже, что и здесь От первой призмы И тогда вывод какой? Призма, первая У нее много сообщества всех атомов Возбуждается волной света И поэтому эта призма становится излучателем А вторая призма начинает принимать Поскольку конструкция точно такая же Она воспринимает это излучение А магнитный резонанс Это всегда увеличение амплитуды колебаний Значит эффект, что в призме, что вот здесь с двумя вибраторами Абсолютно один и тот же Но на самом деле информация передается со скоростью больше, чем скорость света Почему? А потому что магнитное дальнодействие или магнитный резонанс Превосходит электрическую проницаемость в 142 тысячи раз Это выводится из уравнения Максвелла Когда определяется волновое сопротивление в свободной среде Волновое сопротивление Z равно 120π 314 Умножаем 120 на π Получаем 377 Ом То есть волновое сопротивление 377 Ом И оно приравнивается к корду квадратному Из магнитной проницаемости Деленную на электрическую проницаемость Возводим квадрат обе половины Мы получаем Магнитная проницаемость равна 142 электрических проницаемостей Это для чего я пример привел только к тому Что существует интуиция Существует магнитный резонанс Существует получение информации из внешнего информационного поля За счет именно воздействия структур памяти Как в излучении, так и в форме принимающей эти излучения Поэтому первый прибор индикаторов электромагнитных волн в окружающей среде Служит вот такой элемент справа, нарисованный когерри Вы, наверное, слышали Когерентный гетеродин Когерентное излучение лазерных лучей и так далее О чем это говорит? Этот когерер был использован Попову В первом приемнике Который Попов изобрел в 1907 году Этот когерер представляет из себя стеклянную трубку Заполненную металлическими опилками Сверху и снизу два платиновых электрода К которым подводится электрический ток Как только в пространстве появляется, допустим, грозовой разряд Этот когерер используется в качестве индикатора грозовых разрядов Как когерер сразу же фиксирует наличие тока Диполи в нем соединились между собой То есть произошло массовое излучатель Если слева изображен один дипол И у него частота излучения на больших глиных волн То справа здесь миллионы опилочек Каждая из которых является диполем В результате мы получаем то, что в современных приемниках Все это отсутствует Там нет этих опилок А каким же образом современный приемник Воспринимает электромагнитное излучение Я бы эти примеры привожу только к тому Чтобы лучше понять автоколебательный процесс планеты Я отслеживаю время У меня-то есть еще один Поэтому, когда мы говорим В современном приемнике массовым излучателем Являются атомы в полотне антенны или в диполе Так вот, именно атомы и являются дипольными структурами И к ним надо относиться как к вибраторам Которые работают с электромагнитными излучениями Для того, чтобы понять саму суть Автоколебательного процесса планетного тела Я просто вам приведу два примера определения Только энергия и информация в том понимании Которое мы сейчас с вами говорим Энергия это способность к взаимодействию Количественная мера движения Проявляющаяся в процессе взаимодействия Всех форм материи С полями и излучениями Это мера того, что переход от волны Излучения через чувствительную оболочку В ядро атома Или одного атома к другому атому В их взаимодействии Это способность организовывать информационные связи И еще очень важное явление Вдоль проводящей линии Направленного движения тока Автоколебательной системы Передается сигнальная информация В форме электромагнитной волны Возбуждения многочисленных элементов Которые формируют этот проводящий канал Это надо учитывать Что электрический ток Это не движение электрона в проводе А это движение информации О возбуждении атомов И поэтому вдоль проводника Любого Вдоль Который формирован из многочисленных атомов Движется по спиральной траектории Электромагнитное излучение И именно оно является Носителем информации И первым условием того Что источник питания Начинает потреблять электрическую энергию Все начинается с электромагнитных волн И ими заканчивается Поэтому информация Это динамическая Системно-смысловая организация Или модуляция Энергетического потока лучистой энергии Идущего от любого передающего Генетического центра И поизлучателя Звезды И определяющего состояние Структурного построения Растущей формы материи Избирательно воспринимающей Во времени данный поток энергии Разнообразие структурного построения Видов и форм материи Тождественно разнообразию Модуляции И набору гармоник В общем сигнале его спектра Информация Она же духовная сущность Выражает состав И структурные особенности Любой системы Начиная от этой магнитной волны И далее Поэтому генетический код Материальных форм В том числе и биологических Имеет своим дублем Волновой генетический код Что подтверждается Многообразием Частотного спектра Солнца И четкой последовательностью Многообразия Химических атомов И биологических существ Именно последовательность Живых существ По их Вообще Вообще Пищевой цепочке Показывает Что это Последователь Законом Обусловленная Ну например Зачем нужны Все биологические элементы В воде Океан Первый элемент Живой элемент В структуре воды Планктон Он строит свой скелет Из химических элементов воды Весь последующий ряд Живых существ Потребляет Ниже лежащие Живые элементы И тем самым Регулирует Химический состав воды Ибо они Кушают плантон А плантон Кушает Химические элементы Чтобы строить свой скелет Поэтому Функция Сель биологической Биологической сферы Вполне конкретно Обусловлена И целенаправлена Универсальная потребность В энергии Всех форм материи Используется природой Для управляемого Построения Структурных форм материи По закону Смыслового Информационного Содержания Которое Переносится Этим потоком Энергии Кушать надо Всех А если вы кушаете Вы впитываете В себя энергию Люди Кушают И еще Солят Зачем Нужна соль А чтобы Консервировать Условно говоря Закреплять Ту информацию О том Съеденном продукте Который Мы скушали И поэтому Люди Которые Кушают солью Дужут дольше Чем Северяне У которых Соли Некогда И так далее То есть Мы должны Иметь ввиду Что Вся внутренняя Флора Желудка Человека Настроена На вполне Конкретные Частоты Тех продуктов Которые мы Доложили потреблять Поэтому Генетически Модифицированные Продукты Естественно Имеют Другие Частоты И отсюда Все беды В этом плане Поэтому Необходимо Эту информацию Необходимо Знать Как можно Больше Количества Людей Еще важная Информация В отношении Электромагнитных Излучений Все Электромагнитные Излучения Сопровождаются Звуковой Волной Световая Волна Сопровождается Гикерзвуком Следующий Вид излучения Сопровождается Ультразвуком И Менее Амплитудное Колебание Сопровождается Инфразвуком И поэтому Звуковая Волна Присутствует И сопровождает Все Электромагнитные Излучения И именно Звуковая Волна Является Первичным Определением Структуры Того Формы Материи Которая Потребляет Электромагнитную Волну То есть Информация Более Присутствует Именно В звуковой Волне Автоколебательная Система Земли По современным Общим представлениям Геологии Небесное тело Земля Является Является Весьма Активное Пролебательное Геологическим Образованием В котором Существует Дурно Развивающаяся Тектоническая Сфера Результатом Которой Преобразуется Кора Планеты Тектоносфера Это такая Сфера Где происходит Движение Деформации Расплавление Порот Одновремерное Структурное Превращение Коры И ниже Лежащей Мантии Я обращаю Внимание Тело Планеты Растет Точно так же Как растет Дерево Ствол Дерева Растет Кора Растет И отодвигается От стола Дерево Точно так же Растет Кора Планеты Она растет И мы Наблюдаем И многочисленные Трещины И все прочее Это результат Того Что Растет Тело Планеты Все разломы Срединноатлантические Хребты И все прочие Трещины Которые охватывают Весевой шар Связаны С одним Процессом Расширения Коры Планеты Если мы Вспомним Развитие Ушумья Мы вспомним Когда образовался Дарданов пролив Восфор Образовался Гебалтар Заполнялось Средиземное море Потом заполнялось Черное море До этого Это было Меетийское болото И так далее То есть Кора планеты Разрастается Именно За счет того Что Существует Срединноатлантическое И вот эта Лифтовая долина Когда Весь на Прошлых докладах Говорили о том За счет чего Образуются Срединноатлантические Хребеты Он образуется Только за счет Ростокоры планеты Но там Хребет-то Не сплошной Не просто Колусообразная Форма Горы А эта гора Растечена Вдоль Протяженности Всей горы И раздвинута На 900 метров И до глубины Самой Дна океана Поэтому горы Высокие А средина Между ними Проваливается До самого Дна океана Вызвано Это тем Только Что в течение Одного года Кора По площади По горизонту В Атлантическом океане Увеличивается До 20 сантиметров Эти данные Были обнаружены Французско-американской Экспедиции Фейморус Они опускались Внутрь Туда На глубоководных Аппаратах В 1976 году Ну и так далее В активной фазе Роста земли Площадь коры Растет Постоянно Что вызывает В ней Локальные напряжения На которые Реагирует Ядро планеты Его локальные Магнитные аномалии Измиран сообщает В своих последних Открытиях Обнаруженных Им Вот таких Магнитных аномалий Вот эти На картинке Изображенные Магнитные аномалии Находятся На границе Твердое Жидкое ядро Но что самое Интересное Как Эти Если эти Аномалии Отобразить На коре Планеты То мы Увидим Что они Располагаются Вот видите В виде Квадратиков Это Магнитные аномалии В виде точек Это горячие точки Планеты Поэтому Когда В процессе Движения Планеты По орбите За счет Собственного Вращения За счет Роста Коры Планеты Не возникает Возникает Напряжение Информация Идет Внутрь Ядра Планеты Локальная Вот эта Аномалия Локальная Магнитная Диполия Ядра Планеты Дают Сигнал На Отправку В район Коры Планеты Так называемая Плюма В геологии Это Мощный Пузырь Ну Условно говоря Пузырь Который Заполнил Расплавленным Веществом Он подходит Коре Планеты Расплавляет Ее в месяце Напряжения И кора Планеты Здесь растет Поэтому В Елоустронском Парке Которому Сейчас много Говорят Там по всей Видимости Не вулкан А идет Нормальный Процесс Роста Коры Планеты Полярное Энергетическое Дыхание Планеты Служит Основанием Для возбуждения Внутренних Отогревательных Процессов В электромагнитной Системе Земля Семь дней Земля Дышит Северным Полюсом Потребляя Энергию Солнечного Ветра Потом Семь дней Южным Полюсом Возбуждение Внутренних Колебаний В теле Планеты Начинается В полярной Зоне Радиусом 1500 Км От Магнитного Полюса То есть Общий Диаметр 3000 Км Возбуждаемые Колебания Распространяются И раскручиваются В форме Двух спиралей Противоположного Направления Вращения Охватывая Весь планетарный Шар По широте С динамикой Смещения Витков Возбуждения От полюсов К экватору И только До широты 30 градуса Земли Вот 30 градус Земли Или пояс Экватора Шириной 30 градусов На юг 30 градусов На север Служит Именно Тем промежутком Помните Я вам Показывал Изображение Вот этого Вибратора Вот серединка Между двумя Шарами Это зона Экватора Из нее Происходит Как раз Формирование В самом Вибраторе В антенне Излучаются Радио Электромагнитные Волны А На земле В этом месте Возникает Так называемая Пандермоторная Сила И В этом месте 30-я параллель К северу К югу В этом месте Самая большая Сейсмичность На планете В этом месте Энергия Возгущения Высвобождается Значит Какая-то Внутренняя Геология Должна быть Здесь Отличаться От всего Тела Земли И Стремительным Потоком Вдымается Вверх О том Что существует Мощный Вихрь Электрический Который Несет информацию Во всем Процессе Внутри Планеты И высвобождаются В Экапарельном Полисе Говорят Факты Что Океанические Течения Имеют Форму Спирали Вихри В океане Дальше Воздушные Воздушные Течения В этом месте Вихревые И самое главное В ионосфере На высоте Тысячи километров По данным Измерам Образуются Мощные Два Горба Ионосферы До Тысячи километров И Опадают Вниз Распространяя Дальше В полюсах И охватывают По Диаметру Экватор Поэтому Вокруг Экватора В небесах Существуют Вот такие Как две Летаты Представляете Вот они Высоко В небе И Звучат Они Вибрируют Передают Информацию В радиационные Пояса В результате Чего Вот Эта Радиационная Пояса Видите Слева И справа Слева Конкретно Внутри Земля И вот Такой Резонатор Земли Он несет Всю информацию Которую Передает Ему Ионосфера А Ионосфера Передала Эту информацию Колебательная Система Сей планеты Поэтому Резонатор Звучит И излучает Длинные Волны В сторону Как соседней Планеты Солнца Так и С тем Кто живет Под этим Нем Справа Это Все самые Энергетические Уровни Электроны И он Постоянно Вибрирует По закону Взаимодействия Которые Обеспечивают Нам Магнитосфера Вот Когда Здесь Был один Доклад Касательно Того Что Эфир Замедляет Скорость Вращения Земли При ее Вращении Я тогда Задал вопрос Каков Механизм Вращения И естественно Современные Исследователи Этого Вопроса Ни Сколь Придают Никакого Значения За счет Чего Вращается Земля Земля Вращается За счет Вот этого Кольцевого Тока Вот этот Кольцевой Ток Формируется В виде Баранки И охватывает Вдоль Экватора Всю Землю Именно Этот Кольцевой Ток Формирует Саму Магнитосферу И магнитное Поле Земли Взаимодействие С магнитным Полем Магнитосферы Вращается Поэтому Скорость Вращения Земли Регулируется Каждый Лунный Месяц Луной Которая Находится В квасе Магнитосферы И Этот График Кто-то Крышку Взял Эти График Скоростью Вращения Земли Он Замеряется С точностью От Миллисекунд Постоянно И непрерывно В течение Уже Длительного Времени И на нем Четко Видна Вся Коррекция Этой Скорости Движения За счет Луны Вот этот График Это График Зодиакального Года Он Хорректиризует С собой Процесс Изменения Процесс Изменения Автоколебаний Земли В течение Зодиакального Года Он связан С тем Что меняются Колебания Самого Солнца То есть Меняется Энергетика По данным НАСИ С 1999 Года Солнечная Система Входит В пространство Насыщенное Водородом Процесс Самой Земли Происходит В виде Сжатия И растяжения Растяжение Расширение Планеты Как я уже Говорил И трещины И все прочее Началось 10800 Лет До новой Эры Вот этот Момент 13000 Лет Земля Работала В режиме Расширения В этот 2160 Года Начнется Процесс Сжатия Земли Характерная Особенность У процесса Расширения Планеты Связана Является То что Кислород Атмосферы Потребляется Внутрь Земли И поэтому Он хранится В виде Окиси Кремния При этом Водород Из ядра И элементов Планеты Уходит В окружающее Пространство В процессе Сжатия Земли Идет Обратный Процесс Потребляется Водород И Из Планеты Кислород Будет Уходить В атмосферу То есть Каждый год Процентное Содержание Кислорода В атмосфере Будет Увеличиваться А отсюда Все важные Биологические Существа Вот этот График Очень важный С точки зрения Непонимание И прогнозирование Предстоящих Событий Которые Нас Ожидают В ближайшие Тысячелетия Спасибо За внимание Это мой Электронный Адрес А вот На этом Сайте Можно Книги Там Моих Пять Книг По Живой Планете Бесплатно Можете Там Приобрести Если Вам потребуется Какая-то Информация В отношении Других Сатей То По адресу Волгарии Для Адресу За счет Чего Растет Размер Земли За счет Увеличения Массы Или Просто Изменения Плотности За счет Массы То есть Масса Растет Масса Меняется Структура То есть Структура Как растет Дерево Так растет Тело А приход Массы Откуда Значит Насчет Ну Можно сказать Холодного Синтеза Атомов То есть Растет Планета За счет Того Что Формируется Новая Структура Новая Структура Могут Растет Только За счет Того Что Появляется Новая Какая-то Материальная Форма Автоколебательная Система Обязательно Должен быть Химический Синтез Атомов Внутри Планеты Без этого Не может Быть Вы Едете На вопрос Откуда Берется Масса 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 Откуда Берется Земля Увеличивает Свою И поэтому Увеличивает Размер И скорость Установлена Это В основном Такие работы Проведены Откуда Берется Масса За счет Роста Внутри Структуры Как За счет Внутри Структуры Может Появиться Масса За счет Это Ру Они Переходят В одной Форме В другую Я согласен Откуда Удивительный Вопрос Задаете Вы С детства Растете Вы Массу Свою Увеличиваете Я Ем Сначала Эту Массу Часть Массы Выходит Наружу А часть Остается Так вот То же самое Если Я Вы говорите За счет Внутри Ресурсов Это как Боже Я не Сказал За счет Внутри Ресурсов Я Только Что Говорил О Энергетическом Дыхании Планеты Через Полюс Я Говорил Что Там Существует Вот Это Дыхало Земли Или Земля Потребляет Дышать Надо Чем Что Надо Себя Солнечный Ветер Он Несет Огромное Количество Сверхгодно Заряженных Частиц В том Числе Излучения Которые Идут Непосредственно Через Магнитосферу Заряженные Частицы Солнца Он Излучает 3,86 Соток На 10 В 26 Степени Ват Энергии Или Это 900 Тон Миллионов Тон В секунду Выделяются Вещества Солнца Которые Транспортируются По всей Солнечной Системе В том числе И в землю То есть Зачет Подвращения Частиц Эферного Ветра Я Правильно Пой Солнечного Ветра Солнечного Ветра Да Зачет Потребления Солнечного Ветра Это Не то Что Это Не подлежит Сомнению Потому что Это Доказано Экспериментально Еще Еще Не подлежит Сомнению Все Подлежит Сомнению Надо просто Основниться С последними Исследованиями В амросфере И геологии И вы увидите Что Над полюсом Земли Постоянно Существует И работает Магнитасферный Генератор Мощности 10 миллионов Мегаватт Это не моя Выдумка И не философия О том Что потребляется Энергия Вовнутрь Земли Говорит То Что На дне Ледовитого Океана Существуют Мощные Запасы Нефти А они Связаны Именно С энергией Энергическим Дыханием С самой Планеты Еще Вопрос Знаете Я просто хочу Сказать Солнце Получает Света В секунде 4 миллиона Вон Я смотрел По частей Солнце Меньше Получается Поэтому Если вы Думаете Что Земля Расчет За счет Солнечного Ветра То Там Она Меньше Получает Чем Солнечный Свет По массе Мы оставим Этот Спорт Потому Что Он не Доказан Ни Вами Ни Себе Я доказываю Я доказываю Только Даже Не доказываю Я просто Рассказываю О том Что Планета Растет И О росте Планеты Существуют Конкретные Факты Вот Я Об этом И говорю А о том Какая Масса И прочее Это На Ваше Умозовет Пожалуйста Может ли Вы Популярно Яснить Или доказать Что Все На Земле В Любови Выживали Земля Живая И Космос Это живое Существо И так далее Я же об этом Только что и говорил Я просто говорю о том Что все Формы материи Построены По одному И тому же Принципу На основе Двух Начал То есть Зипольная Форма материи Которая Взаимодействует С окружающими Полями Если Кого-то Интересует О том Как Допустим Наши Пефис Взаимодействуют И реагируют На Спектр Солнечного Света Я Пришли По адресу Полганик Запрос Я вам пришлю статью Как Спектр Солнца Управляет Через Магнитное Поле Земли Управляет Ростом и Развитием Человек Продолжение следует